Пошла! Всем привет! С вами Даня Йогурт и Маэстро Боли и Садизма! Сегодня мы решили задать пару вопросов Александру Щукину, параду подписчиков. Давно не появился Александр Щукин. И первый у нас вопрос. Часто говорят, что лучше купить фарму на 5000, чем, допустим, спортивное питание. Можно ли в такую сумму уложиться? Ну, опять же, для 204 статьи я не употребляю фармакологию и не могу консультировать в этом. Но! Ну, а кроме шуток, я думаю, что на 5000 рублей хорошего курса ты не купишь в месяц, да? Ну, банально даже рассмотреть. Имея такую сумму на руках, не дай бог какая-нибудь побочка вылезет такая. А она, в принципе, может вылезти. У нас же у каждого, ну, разный баланс, ну, гормонов, разное содержание, там, и так далее, да? Может, там, какой-нибудь там эфир тестостерон бахнутого, там, в имя сущей полиции, ну, гинекомастия, да? И он не успеет там предотвратить ароматизацию, потому что у него будет только 5000 рублей. А с этого там, может, рублей 500 останется, к примеру, у него, там, ну, она сразу какой-нибудь не хватит. И придется под нож к хирургу или с женской грудью ходить. И я так скажу, ну, мне, слава богу, не удаляли гинекомастию, не резали, но процедура-то не дешевая. Да, она почти безболезненная, но она достаточно недешевая, поэтому, имея 5000 рублей в кармане, лучше хорошего протеина купить и побольше мяса, я думаю. И поставить какую-нибудь там музыку на тренировке. Рокки Бальбоа. Бальбоа! Короче, на 5000 особо не разгуляешься по фарме, в моем мнении. Не только по фарме, и по еде, и по вообще. Да, поэтому надо, если ты хочешь заниматься и добиваться успеха, в первую очередь, конечно, помимо мотивации, должна быть и вторая составляющая. Составляющая это финансовая сторона, потому что наш спорт достаточно дорогой. Потому что топливо, на котором растут культуристы, белковая пища, то есть, да, она достаточно дорогая. И даже не говорим про гормон роста, который не является стероидом. Нет, не да, который не является стероидом, который стоит от 5000 к нему. Ну, опять же, дозировки, да, 5000, но это вообще-то мизер какой-то, да, даже, по-моему, для девочек, да, будет 10 единиц через 3-3 дня, да. Да еще, тем более, рынок-то, гормон роста очень сейчас подделками богат. Богат, поэтому я бы посоветовал, ну, мое мнение, реально, вот без левого, там, словопытства, вот, это все-таки воздержаться, да, от формы, если у вас нет денег, да, и на наличие опыта, там, и прочего, там, то, конечно, лучше, там, жратвы побольше-то купить, да, спортпить, там, ну, конечно, дурачок какой-нибудь, там, который, там, 50 килограмм жмет, ну, лучше пойду, там, метанокуплю, ну, дурачок. И потом все соберем. Ну, конечно, набрал, слил, набрал, слил. То есть, главное же, не только, как бы, нужно и удерживать, как-то, эту массу потом, а... Ну, конечно, знаешь, из самого дешевого, каких-нибудь, вот, напорных препаратов набирают, потом все высылают еще и здоровье, ну, для кого-нибудь секрет, что все-таки АЭЦ, они, ну, кое-как, да, вредят, понятно, что, не как, там, баллон пива, да, вредят, но, тем не менее, некий вред на здоровье оказывает, там, на гормоналочку, там, и так далее, там, да. И, грубо говоря, потом слить еще больше, чем было у тебя до этого, это вполне возможность, там, мозгов не хватает, опыта, ну, и человек, который тебе посоветует, как это сделать, да, выкинуть 5 тысяч рублей, ну, как, не те вложения. И, на самом деле, вот, на эту тему, вот, про курс, про 5 тысяч рублей, ну, это до утра можно говорить, если вглубляться вот в это все, это так, мы, знаешь, там, даже не поверхность айсберга разобрали. Ну, честно, если есть в кармане 5 тысяч рублей, чтобы не было, там, у молодых ребят с неокрепшими, там, у мамы, да, лишних вопросов, имей 5 тысяч рублей, лучше сходить, не знаю, там, маме букет купить цвета, да, там, и протеи на себя с мясом. Хорошо, тогда следующий вопрос, твое отношение к девушкам, какая девушка должна быть у спортсмена, а девушка спортсменка, как у мужа? Какая шкурная тема, на самом деле, самое главное, что я считаю, что должно быть в девушке, это, ну, не красота, не то, как она готовит, а именно достоинство, то есть, честь, достоинство, преданность. Наверное, вот эти самые, это самые главные качества, ну, для меня, по крайней мере, как я вижу, должно быть у девушки, потому что сейчас, к сожалению, у нас мир такой, немного пошатнулся, да, в плане моральных, там, этих аспектов, да, ну, мужчине, конечно, это более простительно, да, если там что-то где-то хи-хи, ха-ха-ха, ну, все-таки женщина, да, это мать детей, она должна все-таки быть чистая, слеза, молодец, да. Ну, помимо этого, разумеется, ну, помимо вот этих всех качеств, которые я перечислил, ну, разумеется, если девушка спортсмен, она как-то должна более-менее соответствовать, то есть, там, не жаропуха, там, 90-80 килограмм, да, вот, ну, иметь некие представления, да, все-таки о том, как надо своего, там, билдера, там, билдеренка кормить, да, там. Ну, вообще, девушка бодибилдера, это такое тяжелое кредо, на самом деле, потому что, если особенно о тяжах идет, ну, не знаю, как у других, но вот у меня, к примеру, да, там, девушка, она готовит с утра до вечера, да, плюс я еще постоянно задачу, там, ну, сделаю массаж, там, не знаю, там, спина затекла, там, ноги, там, помассирую, да, то есть, девушка, обычно, билдер, для билдера, да, она отдается полностью, во всех планах, ему. Тебе, я знаю, сейчас 26, по-моему, да, лет? Да, да. А в каком возрасте ты, пожалуй, жениться? Ну, на самом деле, раньше, может быть, во времена наших родителей, да, все было, на самом деле, намного проще, да, там, как понравилось, там, женщина вышла замуж, сейчас, время, более такое, ну, продвинутая, более развратная, поэтому народ дольше ходит, да, скажем так, и в девках, и в холостяках. Какой-то конкретный срок я, ну, не ставлю, да, потому что, ну, неизвестно, что будет завтра, и все-таки хотелось бы для этого мероприятия, да, подойти, ну, со ставившимся мужчин, то есть твердо стоять на ногах, а не так, знаешь, что, ну, семеро по лавкам лежат, там, на трех работах, да, и нет никакого карьерного роста, будущего, там, и так далее. Хочется же, ну, понятно, что ребенок, это, там, жена, там, это счастье, да, там, все бла-бла-бла, но хочется же, помимо этого, там, не в ущерб со своим интересом жить, живешь ты одну жизнь. То есть, если будет достаточно финансовое благосостояние, то и, как бы, уже… Ну, да, финансовое благосостояние, да, я думаю, на самом деле, в этом все упирается, только в этом, потому что хочется жить. Хорошо. В нашем спорте много таких спортивных пар, ну, кого бы ты мог, допустим, выяснить, как пример? Ну, вот, на самом деле, никого не хочу выделять, потому, и вот зарекся на последнем семинаре, там, и на видео, не обсуждать вообще спортсменов, вообще наших, то есть, не хочу ни пар, даже положительные или отрицательные, не буду. Моя пара нормальная. Нет, я имел в виду, как уже семейная пара. Ну, это их личное дело, не хочу там, что-то семью обсуждать. Даже примеры, не антипримеры. Сглажу еще, да, у меня шкали глаза. Я вижу у тебя на футболке новый спонсор, Kinect Club. Да, да, да. Что ты можешь про них рассказать? Ну, с ребятами я уже с осени работаю, представляю их бренд, Kinect Club. Производство находится у нас в России, в Санкт-Петербурге. Сырье не соя, как, ну, принято у российских производителей, считай, там, ну, не буду там троллить кого-то и так далее. Ну, все прекрасно понимают, про какие продукты имеют. Ну, я и веду речь, да. Сырье хорошее, ну, европейское. Лично присутствовал на производстве, да, ну, европейским стандартам отвечает всем, да. То есть, там, не как вот, ну, опять же, у обычного обывателя думают, там, ну, упал там, порошок, лопатой тут же плюнули. Нет, ну, все. Конечно, производство не стерильное, да, в плане, там, ну, это не медикаменты, да. Но все, вот, всем нормам отвечает раз и с осени я вот исключительно питаюсь этим, ну, этой линейкой. Там, протеин, БЦА, блютамин еще, там, для суставов. Мне очень-очень нравится глюкозамин, хондроэтин. Потому что, ну, я не встречал производителей, у кого он именно, хотя не встречал, но в разы дороже в десятки. А у кого в порошке, то есть, там, грубо говоря, баночка 300 грамм, она очень доступная, да, если там сопоставить с их конкурентами. И это день и ночь по цене. И вот это первое, наверное, ну, одни из первых, да, которые очень хорошо почувствуют препараты для суставов. То есть, у некоторых, значит, микронадрывчики там уже начали проходить. Вот. Вот. В принципе, если в целом оценивать линейку, да, ну, опять же, не хочу излишней рекламы, потому что вот всем не угодишь там и так далее. Ну, вот лично мое мнение, даже если бы я не был спортсменом, представляющих их бренд, по качеству они вполне конкурируют с европейскими продуктами, да. То есть, у них, ну, не отечественные конкуренты именно по качеству, да, а вот именно европейские. Потому что, ну, я достаточно сыворотку, ну, так, не очень хорошо переношу, да, то есть, там, вздути, там, подрыгивание, какие-то такие метеоризмы. Ну, а это вообще усваивается достаточно хорошо. Для тех, кто, ну, какой-то негатив там испытывает и не там отрицал к этой компании, ну, просто попробуйте, достаточно очень доступно, просто попробуйте и оставьте свои мнения, если у вас мнение хреново будет. Ну, и по цене я насколько он так понял, что дешево, дешево. Не дешево, доступно, скажу так, дешево, это, знаешь, тут, это фирма, где, там, культурист, по-моему, Шраги делает, да, на банке, там, начинается название компании, вот, где это дешево. А это именно доступно, доступно. И, знаешь, самый большой плюс, там ничего лишнего нет. То есть, ну, к примеру, есть такая фирма, ну, у них линейка вся в красной упаковке, скажем так, да. Вот ты смотришь, да, протеин, к примеру, да, а там протеина ровно столько же, сколько углеводов почти, да. То есть, ну, ты же берешь не генер, ты протеин берешь и так далее, да. Много чего лишнего обычно впихивают в продукты, да. Банально, вот есть аминокислоты такие очень вкусные, да, это же фирма, да, там смотришь, амин, ну, БЦА написано, да. А там, помимо БЦА, там, таурин, глютамин, да, я же беру БЦА, зачем им? А, кстати, АБЦА о чем можно сказать? Ну, я беру безвкусовые, да, у них есть и вкусовые, и безвкусовые, да, вот именно безвкусовые. Ну, просто классика жанра, хорошее сырье, просто горькие, взбалтываются, и вот именно чувствуется, знаешь, вот, реально чувствуется на фоне, ну, все-все поддержки, да, ну, чего греха таить, ну, на фоне всей, короче, поддержки. Те, кто кому надо, тебя поймут, да, чувствуется более хорошее восстановление. И, банально, так, если посмотреть, да, на состав, там нет, вот, безвкусовых, там нет ничего лишнего, там, вот, 100 грамм БЦА, это 100 грамм БЦА, то есть никакой, там, соды, там, не знаю, там, натрия какой-нибудь лишнего и так далее, да. А вкусовые, там, да, там, немножко добавили глютамина и так далее, в пределах разумного. Но, опять же, по цене и качеству, я думаю, у них пока нет конкурентов. Я, помимо этого всего, постоянно вижу, что, ну, в зале, где я занимаюсь, там, 90% его и едят, в принципе, да, потому что, как, ну, сарафанное радио, кто-то сказал, кто-то дал, попробовал, понравилось, да, зачем переплачивать. Думаю, они, ну, вытеснят со временем многих. Ну, а в команде какое отношение, я насколько знаю, там, и Александр Котзоев сейчас? Да, там, и не только Александр Котзоев. Я знаю, что-то еще было на выставке или недавно, на выставке, семинар. Не так давно, не, семинар сейчас в ближайшее время состоится, да, а не так давно был, ну, на соревнованиях просто представлял, да, бренд, да, в принципе, народу очень, много было, все спонсоры мои поставили стенд, да, с дегустацией, там, аминокислот, протеинов, и не было ни одного недовольного человека, который, ну, пришел попробовать, там, количество фотографий, там, с поклонниками, да, там, что Александр Котзоев, что моих, да, было достаточно большое, да, и все, ну, нет-нет, придут да попробуют. Не было лиц кислых рож, вот этих непонятных, ой, что это, и так далее. Всем понравилось все. Следующий вопрос, а когда мы были с тобой в Казани, ты делал постановую тягу, делал ее очень жестко, хардкорно, и... В восьмом упражнении, ну, с к сожалению, на самом деле, видео это не сделал, ну, организатор ввиду, там, трудности, или, по-моему, что-то пропало это видео вообще. Остались только фото, которые ты сделал. Да, и ты там настраивался, там, на один уже из последних подходов тяжелых, искал такую фразу «С нами Бог». Меня это очень удивило, и отсюда у меня возникает вопрос, какое у тебя отношение к вере, я знаю, что у тебя в крестном религии, как ты вообще относишься к религии? Ну, на самом деле, религия – это дело каждого. Есть много атеистов, которые отрицают это все, да, но, мне кажется, именно вот глубоко убежденному религиозному человеку, не который мог перекреститься, когда, не знаю, что-то, башку не разбил себе, да, ну, а именно глубокой веры, когда он там молится, да, там, неважно, какая-то вера, да, и ни в коем случае не хочу, там, чужую, ахать, там, почему? Бог один просто, ну, в разных обличиях приходит, и я считаю, что глубоко верующему человеку гораздо легче переносить минус воды, да, ну, да, да и в целом попроще по жизни, я думаю, верующий человек, он более правильный, то есть, он меньше и в блуд его несет, скажем так, да, и… Да и в целом, проще, когда веришь. Ну, то есть, а… И в спорте мне это здорово помогает, очень-очень, да, это очень помогает, да. Много сейчас, как Лев, я знаю, вижу, показывают, что он… Это, я считаю, это обалденный пример, то, что он делает, он реально большой молодец, не хочу очки перед ним за какие-то загребать, вот реально, ну, большой респект за то, что вот он пытается, как бы, нашу православную веру подать людям, все-таки он, ну, пример для многих, считай, самый сильный, да, в России, да, и нет-нет, кто-нибудь задумается лишний раз, да, и уже, может, худого что-то не сделает, такого, о чем всю жизнь бы жалел, потому что все-таки вера, она как-то отталкивает от всего дурного. Да, и в моей жизни были какие-то некие проблемы, да, и грехи, но, когда я пришел к вере, да, и мне уже не хотелось сделать то, что я делал раньше, разумеется. Это, ну, как я и сговорю, что называется, потому что, когда, ну, веришь всем сердцем, да, как-то не хочешь дряни, какой-то гадости делать, ну, что-то родителям с тобой, там, ну, любое. Все-таки я считаю, вера должна быть в человеке, хотя бы уже в себе. Хорошо, вернемся к спорту. Двое отношение к синтолу, то есть он должен быть профессиональным в нашем спорте. Можно ли как-то с виду определить, что спортсмен за синтолией? Ну, где там мода в Бразилии, да, среди молодежи синтолицы? Я думаю, у них с виду можно это определить очень легко, да, когда там тело такое, да, и банки там уже 70 сантиметров. Но должен ли он быть в спорте? Да фиг знает, мне кажется, это дело каждого. Должен ли он, не должен быть. Блин, ну, мое отношение, конечно, ну, может, пока я не дорос до такого уровня, чтобы его применять, да. Пока и так вроде как хорошо рост-то идет, я не считаю, что мне там, блин, какие-то ядерные дыры, которых нельзя исправить там тренингом, специализацией и так далее. Как можно с виду профи определить? Ну, я думаю, это или просто глаз рентген, да, или же никак, потому что профессионально, мне кажется, делать и грамотно, и в меру ты уже на глаз не определишь. Ну, а есть только, допустим, уровни российских соревнований. Что там, как это должно быть или должен быть, ну, опять же, эй, девушка жена. Можно ли определить с виду? Судя вот сидят, могут они снять, допустим, спортсмена или нет? Честно сказать, я не мониторю за всеми соревнованиями, не мониторю за всеми соревнованиями, ты мне вот сказал, что кого-то там сняли, да, вроде? Ну, да, так, типа сняли. Типа сняли, да. Ну, я не знаю, я не нахожусь в судейской коллегии, я просто спортсмен. Какие у нас правила примут, будем их придерживаться, блин, покорно там, следовать всему там и так далее. Ну, не знаю, блин, по мне лучше попахать потяжелее, да, а не синтол вбахнуть. Синтол же сделал, если ты его, ну, в небольших дозировках делаешь, знаешь, чтобы как-то мышцы не... Но все равно, пришло-ушло, масло же оно выйдет рассосеть со временем. Хочется же то, чтобы у тебя было всегда мышцы, а не масло. Ну, тогда перейдем. Чего-то ты грустно сидишь, и я-то думал, я тебе что-нибудь скажу, да, бомбите все синтол, бред. Вместо гречки ешьте синтол. Жарьте на синтоле, да. Ну, ладно, тогда перейдем к хардкорному тренингу. У тебя любимая тема ноги. Как ты сейчас их тренируешь? Я знаю, что у тебя были две тренировки в неделю. Одна тренировка такая силовая хардкорная, другая статическая. Ты придерживаешься? Ну, сейчас немного... Сейчас я опять хочу ноги... Ну, не знаю, у каждого есть какой-то, не знаю, там, эталон, да. Или то, что он хотел бы вылепить из себя, да. Ну, может быть, у меня уже непропорционально ноги там подверг развиты. Но все равно я нереально хочу большие ноги. У меня, может, там идеи фикс, бзик там, да. Не хочется. Да? Жище. Хреново, не скажу, что очень так хорошо растут. Хреново растут. Ну, растут. То есть лента сантиметра иногда... Нет-нет, да порадует. По тренировкам... Сейчас немножко по-другому тренируюсь. У меня была задача 150 на 50 сесть, да. Но это тоже, это не спор там двух алкашей, да. Не смотришь, не смотришь, нет. Ну, просто я думаю, почему нет, почему бы не попробовать, да. Смогу, не смогу. Вот. И, в принципе, я присел, да. Мы на видео не стали снимать, потому что сколько не выкладываем, не выкладывал видео. Там и комментариев там один-два, да. Народу реально неинтересно. Ну, раз неинтересно, да, мы не стали снимать, блин. С ним ничего не поинтереснее. Сейчас, ну, одна, ну, силовые делают тренировки. Одна где-то там в районе, там, ну, 10-12, другая 5-6 повторить. То есть, ну, такие ведут уже там, ну, большим весом для себя, скажем так. Вот. Есть такие, есть такое понятие, как сепарация и дефиниция. Как будто добиться дефиниции в ногах до многих биграми, за то, что у него нет такого разделения в ногах. То есть, ноги большие, но не делятся. Ну, я не хочу объединить биграми, как-то намекнуть, да. Но мне всегда казалось, что если там под мышцами до хрена синтол, она не будет делиться, сепарировать, если очень много, да. Я на него не намекаю, опять же. Ну, мне так кажется, да. Просто, если именно от мышц, да, развита, да, она и должна сепарировать, делиться. Большая, ты ее просушил, да. Какие-нибудь мероприятия, там, поддел позирования, там, да, там, прорисовка, там. Да, она появится, она будет делиться, да. Ну, может быть, нет, вот конкретно у него, там, ну, не знаю, может быть, он же не так давно в ББ соревновательном. Может, просто мышцы еще не настолько, да, может быть, мышцы не настолько просто прожатые. Ну, он еще досранит там всем. Реально огромный парень, респект. Мне вот, реально, вот, из ног на лимпе его очень понравились. Если бы ему еще бисус бедра, как у Кайгрина, запихнуть, это вообще просто, знаешь, как говорят, это же рыба моей мечты, это ноги моей мечты, я бы сказал так. Ну, и какие-нибудь анонсы, пожелания, подпишем. Семинар? Да, семинар будет. Семинар у меня будет, сейчас скажу, 29, ну, планируем 29 ноября проводить его, будем в «Спорте Флэш» на Софийской 14 в Питере. Семинар бесплатный, всем пришедшим, все пришедшие могут принять участие в конкурсе с призами. Призы будут, опять же, от моего спонсора Genetic Labs. У нас там, в принципе, ребята не жадные, я думаю, там, не обидят никого подарками. Ну, и также, там, всем бесплатные, там, эти подарки, карт на карт-бланш. Любые вопросы? Видеосъемки не будет, поэтому вопросы любые будут. Скажем так, где видеосъемка идет, да. Ну, я, опять же, по семинарам ориентируюсь на аудиторию. Если я сижу, ну, вижу, что там, ребята молодые лет 15-16, конечно, я никогда в тему фармакологии не буду затронуть. Или если ее затрону, да, то я их попытаюсь всячески убедить, что этого не надо делать, да. Потому что, опять же, не хочешь, чтобы там как-нибудь ласты склеил, да, или там что-нибудь, проблем какие-нибудь со здоровьем нацеплял, да, из-за приема фармы, скажем так, в пубертальном периоде, когда они еще находятся. Пубертатном, простите, пубертатном, пубертатном. Заключительный вопрос. Борода предалась? На самом деле, до Петра Первого, да, который открыл это окно, да, в Европу, да, бороду не брили на Руси, это он там вел. Мне кажется, блин, борода всего для мужика. Понимаешь, нет, ухоженная борода хорошая, да, это, ну, это круто, блин. Ну, не знаю, но мне нравится, да, не люблю вот подстанок вот это брить, да. А девушка не жалуется? Да, ей что-то борода не нравится. Ну, опять же, каждому свое. Я же не доллар, чтоб всем нравится. Или соревнования тоже с параллелами. Я не знаю, может, у меня новый мишка какой-нибудь будет. Так, ну и все, спасибо тебе за то, что ты приехал из Чебоксара взять у меня интерьер. Ну, ты же, я же не ошибаюсь, ты же из города Чебоксар. Да, да. Все, ребят, 1400 километров этот парень проделал, чтобы вы увидели это видео. И я поднял свою жопу, встретил этого парня у метро, подвез, и все для вас. А еще я привез плакат Кристины Кудас, и можно ей тоже передать привет от нас твоих. Привет. Ну что, всем пока. Всем пока. Ну и спасибо, разумеется, тем, кто предоставил возможность снять это видео. Это фитнес-центр индустриальный. На метро Ладожской. Приходите.